Как вы все уже, наверное, в курсе, вчера всем американцам представилась возможность выслушать всех главных кандидатов республиканцев, в данный момент баллотирующихся на пост президента. На Fox News прошли официальные республиканские дебаты между восьмью кандидатами, а президент Трамп вместо выступления на них выложил на Твиттере заранее записанное интервью с Такером Карлсоном. И если откровенно, то было немного странно смотреть на эти республиканские дебаты без президента Трампа. Ведь вы все знаете, что президент Трамп лидирует с отрывом в 40-50 пунктов. Так что обычно, когда вы смотрите президентские дебаты, понимая, что один из этих кандидатов станет номинантом, то в данном случае это как смотреть на то, как восемь людей соревнуются за титул участника, что немного странновато. Да и сам Fox News вызвал сомнения, не подняв некоторые темы, например, не было ни одного вопроса по поводу честности выборов. Хотя у них нашлось время поговорить про НЛО. Итак, давайте отметим некоторые важные вопросы и ответы на этих дебатах. Но начнем мы с кое-чего интересного, что происходило за кулисами. Например, если бы вы глянули на панель выступающих, то вы могли задаться вопросом, А как кто-то типа Асы Хатчинсона, бывшего губернатора Арканзаса, практически неизвестного за пределами своего штата, как он смог набрать необходимые для кандидата 40 тысяч доноров? И ответ на самом деле весьма прост. Он просто платил людям, чтобы они донатили его компании. Конкретнее. Компания Асы Хатчинсона платила людям 20 долларов за каждый подтвержденный доллар донатов. Вот наш анал пульс, объясняющий всю схему. Цитата. Аса Хатчинсон набрал необходимые для дебатов 40 тысяч доноров, выплачивая людям 20 долларов за каждый подтвержденный доллар донатов. Эта схема, называемая текстинг-заплату, была придумана Остином Барбаром, который руководит компанией Хатчинсона за сильную и свободную Америку. 18-летний сын Барбора смог в кавычках найти 100 доноров, что должно было принести ему 2000 долларов. Что весьма неплохо. Далее. Уже за кулисами самих дебатов возникла любопытная ситуация, когда организаторы мероприятия не пускали на него определенных людей, которые были связаны с политиками, идущими не от истеблишмента. Например, по сообщению NBC News, эта памятка была оставлена на столе охраны рядом с рамкой металлоискателя. И как вы видите, наверху, под словами «Увидишь, скажи» расположены фотографии людей, которые не допущены на мероприятие. Это Джейсон Миллер, Джастин Каппарелли и Дэнни Тиса. Все они из компании Трампа, и всем им запрещено быть на дебатах. Также не допущены все, связанные с компанией Вивека, а также все из компании Ларри Элдера. Более того, оказалось, что кроме имен, указанных в этом списке, вход также был запрещен всем из команды Трампа. Например, вот короткий видеоролик, показывающий, как охрана Fox News не дает Дональду Трампу-младшему пройти в спин-рум. Прямо сейчас они пытаются остановить людей, которые на самом деле хотят поговорить о политике. Что ж, это не должно нас удивлять, но ситуация именно такая. Хотя мне и было сказано, что мне дадут пройти. Сначала они сказали, что дадут пройти, и вот мы здесь. А кандидат... А кто говорит, что вам нельзя пройти? Вот, прямо сейчас. Фокс не дает нам пройти в спин-рум. А он разве на Фокс работает? Они говорят ему, он здесь работает охранником, и они говорят ему, что мне запрещен вход туда. И, кстати, еще кое-что мне показалось весьма забавным, что хоть на дебатах, где было 4000 человек, и продавались разнообразные напитки, Бадлайта среди них не было. Итак, это все про события, происходившие за кулисами, а на самой сцене были вполне себе типичные современные политические дебаты, где политики там говорят безумолку, и, что поразительно, тем не менее, не говорят ни о чем. Но пару моментов там все же было. В начале дебатов кандидаты накинулись на мистера Вивека Рамасвами за эти его слова. Итак, давайте мы, как республиканцы, скажем честно, я единственный некупленный человек на этой сцене, так что я могу сказать следующее. Изменение климата — это обман. Климатическая повестка — это мошенничество, и мы должны объявить о своей независимости от нее. И суть в том, что антиуглеродная повестка душит нашу экономику. Эти его слова, объединенные, видимо, с его растущими рейтингами, привели к тому, что большинство атак потом было направлено на него. Вот, посмотрите. Не вам учить Америку. У вас нет опыта во внешней политике, и это заметно. И знаете что? Сейчас не время для получения опыта на работе. Нам не нужны новички. Нам не нужны люди без опыта. С меня на сегодня хватит того, что парень, который звучит как Чан Джи Пи Ти, стоит там. И последним, Брэд, кто стоял на этих дебатах и говорил, что этот худенький паренек со странной фамилией вообще здесь делает, был Барак Обама. И я боюсь, что мы имеем дело с таким же пареньком, стоящим сегодня здесь. Но что любопытно, то, что он был самым подверженным нападком от других кандидатов, было, по сути, их признанием доминирования Вивека на этих дебатах. Ведь на какие бы цифры опросов я не смотрел, будь они от Брайтбарта, Драдж Репортс, Сианена, Дэйли Мэйл, да и сам факт, что Вивек был в трендах Твиттера после дебатов, все эти различные источники показывают, что весьма вероятно он был победителем этих дебатов. И, кстати, по многим вопросам он был полностью против других кандидатов. Например, Украина. По поводу этого плана. Кто из кандидатов не поддерживает увеличение финансирования Украины? Европе надо со мной разобраться. Я за то, чтобы Европа сама начала решать свои проблемы. Мистер Масвэм, вы не поддерживаете увеличение финансирования Украины. Нет, и я считаю, это катастрофой, что мы защищаем чью-то чужую границу от вторжения. В то время мы должны использовать эти военные ресурсы для защиты нашей собственной южной границы, здесь, в Соединенных Штатах Америки. Мы толкаем Россию дальше в лапы Китая. А Российско-Китайский Альянс — это колоссальная угроза для нас. И я нахожу оскорбительным, что на этой сцене у нас есть профессиональные политики, которые совершали паломничество в Киев к их папе Зеленскому. Но для народа Мауи и Юга Чикаго или Кензингтона они такого не делали. Я считаю, что мы должны ставить интересы американцев превыше всего, защищать свои границы, а не чьи-то еще. И суть в том, что таким образом мы покажем свою силу, сделав Америку сильнее. Более того, в то время, как другие кандидаты показывали антипатию к президенту Трампу, или даже напрямую выступали против него, посмотрите на позицию Вивека и реакцию на нее зрителей. По моему мнению, президент Трамп был лучшим президентом в 21 веке, и это факт. И учитывая это, хоть Вивек, если смотреть на результаты опросов, может, и победил в дебатах, это все равно не важно, поскольку президент Трамп лидирует в опросах с большим отрывом. И понимая это, самый замечательный момент в этих дебатах был, по крайней мере, по моему мнению, это когда модераторы попросили всех кандидатов поднять руку. Если бывший президент Трамп будет осужден судом, то будете ли вы все еще его поддерживать как кандидата от партии? Если да, то, пожалуйста, поднимите руку. На это даже смотреть больно. Вот так они и прошли республиканские дебаты. Вивек, видимо, оказался победителем, но это все еще далеко позади главного номинанта, президента Трампа, которого, кстати, прямо сейчас арестовывают. Сейчас, как раз во время нашего выпуска. Продолжение следует...